у нас сегодня 21 июля 2024 года приехали вот мир вам это грот здесь расположен грот сейчас я вам покажу его еще до грота не дошли а это вот здесь написано вообще на латыни я вот с лица задней стороны снимаю видите крест такой вот тоже можно пикник там организовать люди организовали к вечеру а мы приехали в грот который называется дюпэр ла грот дюпэр де монфор вот как это называется вход вход в этот грот видите вот он этот дюпэр де монфор место говорит как это написано место тишины где-то прочитал он ну вот мы спустились в этот грот смотрите какие здесь скалы скалистые какая в общем-то местный старый грот грот эрмитаж до эрмитаж дюпьер де монфор написано видите это место называется место тишины тут видите все закрыто смотрите потому что написано что здесь деревья падают видимо уже от старости вы видите раньше вот как было здесь была дорога сейчас я вам ее покажу можно было здесь подняться шапель фонтэн вот сейчас туда уже нельзя к ней подойти потому что все закрыто и все падает видимо с какой-то стороны с другой туда к этой шапель можно подойти но я не знаю дороги туда надо нам все разведать шапель как называется шапель я не знаю и фонтэн фонтан вот видите какую местность это смотровая площадка тут у нас хотелось бы посмотреть мне эту шапель знаю где это все я поняла как туда можно подойти такая тишина здесь посидеть смотрите в таком прекрасном месте где шумят деревья у меня райко туда пошел с женлюком в этот грот сейчас я тоже там схожу посмотрю что там сейчас поднимемся туда жарлюк все исследует говорит ни разу сюда не спускались как бы мы грот сам видели но сюда именно вот к нему к этому гроту мы не подходили сейчас я посмотрю увидите ли вы не знаю но как говорится господи богослови вести комфорт сейчас я сниму свои очки сейчас я сниму свои очки что это висит смотрите тоже Мария вот он вот он сам этот священник видите тоже здесь фото его везде благодар благодарят вот тут можно купить свечу она стоит 1 евро то есть я не знаю куда положить денежку не вижу а вот смотрите вот сюда нужно положить денежку 1 евро купить свечку ну и поставить ее вот видите здесь люди зажигают свечи все очень достаточно интересно это что у нас такое 1700 написано 15 год видите я так думаю это шапель ну это грот где мы сейчас находимся очки забыла свои на нас нормальные очки очень трудно не вижу сейчас попробую а нет они у меня не с собой я их оставила в машине боже мой к сожалению читать не могу так вот вижу только немножечко совсем святой луис мари вот этот шапель наверное который мы сейчас тут спуститься не можем вот грот такой знаете так легко дышится в этом гроте вообще конечно немножко даже страшновато что вот такое все массивное большое ну вот то что тут мерсии благодарят они смотрите какого года 2022 2023 эта табличка осталась вот это 2016 года а вот мерсии горизонт облинию 1898 год ван дэй видите вот наши знаки ван дея эмблемы 2021 год век гэри сон Миссионер, столик, он друг бедных Амиде-Повр. Интересно, как. В общем, приятное место. Всем нам, как говорится, Господи, богослови нас всех-всех-всех людей. Всем нам добра, всем нам мира, всего самого хорошего. Видите, всех он нас благословляет. Тоже вот тут со смотровой площадки. Смотрите, какой красивейший вид открывается. Просто очень красивый вид. Камера сено не передает всю красоту. Столько интересных мест, и такие, которые мы даже и не знали. Можно сказать, мы знали, что этот грот здесь находится, но как-то вот прям сюда мы никогда не спускались. Видите, какие здесь удобные сделали лестницы. Мы сейчас вот поднимаемся, а туда спустилась семья. Ну, туристы, видимо, дети, и мама, и папа молодые. Все пошли смотреть грот. Видите, какой здесь удобно, достаточно сделали для людей, чтобы можно было спускаться. Сейчас я вам еще лестницу покажу, где она сохранилась в том виде, в котором, видимо, и была здесь. А, вон он стоит. Смотрите. Его памятник. Статуя, наверное, так правильнее сказать. Так, деревья шумят, в общем, короче говоря. Ну, конечно, красота. Такая простота. Вот так, наверное, правильнее сказать. Красиво. Красиво. Просто и красиво. У нас сегодня такое небо. Не жарко, но и не холодно. Просто хорошо, комфортно. Ну вот, а здесь тропинка сохранилась, так скажем, в первоначальном виде. Видите, какая. Вот, то есть, вот этот, вот этот цветой, он тут, видимо, взбирался по вот этим. Сюда приходил. Сейчас я посмотрю, там еще о нем почитаю. Потому что там крупными буквами написано. Нужно почитать, что о нем написано. Смотрите, какая, боже, сложная тропинка. Она небольшой участок ее, но достаточно трудно по ней подниматься. Боже, у меня Жанлюк с Райко быстро убежали. Ну, вот еще вернусь сюда, откуда я начала. И вот тут написано, что, в общем, Ли-Мари Гриньон. Он родился в 1673 году в Манфорсюр-Ме, недалеко от Рен. В семье, ну, в большой семье родился. Имел небольшие, ну, не совсем бедные, я так понимаю. Ну, вот. Ой, меня Жанюк уже зовет сюда. Короче говоря, вот здесь он обосновал, приехал, видимо, сюда как миссионер. В эту часть приехал и организовал, ну, во-первых, вот этот грот у него тут, так скажем, намоленное место. И вот это дом, где он, видимо, ну, жил. Я быстро так говорю, потому что меня уже кричит прямо, зовет. Умер он в 1716 году. Я так поняла, что он достаточно молодой умер, надо посчитать. Сколько лет? 43 года, наверное, ему, да, было? Правильно я посчитала. Продолжение следует...